Сегодня в нашей рубрике продукт, благодаря которому экспедиции Колумба удалось доплыть до Америки. Это сало. Белорусы по статистике съедают его значительно больше, чем жители соседних стран. Любимый продукт сало. Не путайте его с грудинкой, потому что сало приготавливается из спины свиньи. То есть это подкожный жир. И это не прослойки с мясом. Это натуральный жир. Сало не накапливает радиацию и не содержит канцерогена. В нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Очень важно. Это линолево, линоленово, орхидоново. Вообще рекомендуют есть немножко сало. Это даже эндокринологи об этом говорят. Но сало – это калорийный продукт. В 100 граммах сала содержится около 770 килокалорий. Поэтому все должно быть в меру. Чтобы вкус не разочаровал, надо выбирать сало белого или нежно-розового цвета. Старый шпик будет серым или желтоватым. Шкурка должна быть чистой. Не должно быть щетиной, естественно. Она должна быть вычищена. Но бывает, конечно, сало присутствует, когда все-таки она видна как бы в толще. Такое тоже может быть в принципе. Но это уже фермерское, может быть, сало такое. Чем толще шкура, тем взрослее была свинья. Так что обязательно оценивайте это визуально. Мягкое и нежное сало получается из спины животного. Это самое неподвижное место. И в нем много подкожного жира. Толщина хорошего сала – от 3 до 6 сантиметров. Сало у нас есть двух вариантов приготовления. На производстве это в соляных растворах приготовляется по стандартам, по технологии. А также сейчас существует очень много фермерских хозяйств, которые засаливают сами. То есть и там уже дозировка соли, специй абсолютно разная. Если животное, из которого делали сало, было больным, есть риск развития паразитов. Ведь сало – продукт термически необработанный. Заводы безопасность своей продукции гарантируют. А на что обращать внимание на рынке? Сало должно быть проверено ветеринарными службами. И если вы увидели на шкурке следы штамп-штамп, то это не загрязнение. Это информация покупателю о том, что продукт проверен ветеринарными службами. И, конечно, помните о том, что сало – это все-таки жир. И вы можете взять небольшой кусочек в руки. И если он начнет плавиться, то это значит, что это хорошего качества сала. На ощупь сало должно быть жирным, но не липким. Влажным, но не скользким. Сейчас дают дегустировать на рынках сало. Так что, если вдруг вам не дают продегустировать, задумайтесь о качестве этого продукта. Самое вкусное сало от свиньи, а не от кабанчика. При покупке рекомендуется его понюхать. Свежее, качественное сало будет иметь приятный сладкомолочный запах без аммиачных оттенков. Также лучше отказаться от покупки сала, замаринованного в большом количестве специй и трав. Таким образом могут маскировать некачественный, а то и вовсе просроченный продукт. Теперь вы знаете, как выбирать сало. Удачных вам покупок!